Ход выполнения ремонтно-строительных работ на этом объекте у руководства примарии муниципия Комрад на особом контроле. Примар Николай Дудогл на днях посетил этот объект и проинформировал жителей о том, как выполняется первый этап реконструкции Дома культуры. Смотря что этот месяц холодный, работы идут. И вот мы сейчас последний раз находимся с проверкой, как ведутся работы, как соответствует работа, как оно профессионально выполнена, потому что действительно работы здесь максимально осложнены. Сопровождал столичного мэра на данном объекте начальник региональной строительной инспекции Борис Новак, который сообщил, что подрядная организация МОН-комплекс, осуществляющая реконструкцию Дома культуры, ответственно относится к выполнению ремонтно-строительных работ, которые проводятся в соответствии с установленным графиком. Объёмы работ, которые выполняются, бетонная работа, армирование ведутся согласно технологии качественных и правильных. То есть у нас в инспекции, а у меня коллега очень такой, да, требовательный в этих отношениях, то в этот объект один из немногих, где почти претензий нет. Потому что правильно, качественно выполняются работы. Второй этап реконструкции Камрадского Дома культуры более объёмный. В него войдут работы по благоустройству прилегающей территории, а также по модернизации внутренних помещений здания и обновлению мебели. Примар Камрата отметил, что, пребывая в Турции, у него получилось договориться с турецкой стороной о помощи в обновлении и пополнении кресел для зрительного зала и балкона. Мы вели переговоры с Союзом муниципалитетов Тюркского мира. В прошлом году руководство приезжало в Камрат. Мы говорили о нашем проекте, и они обещали нам 700 кресел из Турции подарок. И сейчас они подтвердили. В феврале, в марте месяце мы получим дополнительную и турецкую помощь, которая даст возможность, чтобы быстрее мы смогли сделать ремонт в нашем Дома культуре. В настоящее время в ДК в усиленном режиме выполняются работы по завершению строительства дополнительных к основному зданию помещений и по обновлению коммуникационных сетей. Специальную технику для устройства коммуникации подрядная организация арендовывает. Экскаваторщик арендованной техники охотно рассказал о том, как ему работается в Камрате. Мы работаем везде по всей республике. У нас есть и большие экскаваторы. Но этот, он более такой, что везде он, как доступ у него есть такой. Здесь проходит прокладка водопровода. Две нитки. Одна резервная, одна рабочая. Диаметр трубы 110, полиэтилен. Камрадский дом культуры был построен в далеком 1964 году. За 50 лет в здании ДК проводились только ремонтно-отделочные работы. После завершения реконструкции это культурное учреждение по достоинству украсит центр нашего города современным своим обликом и соответствующей инфраструктурой.